Беларусь Олег Сенцеров потекает все ходом выборчей кампании в Жлобинском районе. В первые дни у нас было очень много, даже очередь стояла. Вот сегодня за полчаса мы собрали 25 подписей. Как, напевно, и в первоважной большинстве других городов Беларуси, пикеты в Жлобине можно увидеть у основном на головных улицах и коля великих кандевых кропок. Причем практически каждый день места организации пикетов изменяются, что отломажется у Тымнику с желанием дать мягчимость покинуть свои подписы жахарам всех районов. Для сбора подписов все инициативные группы выбирают место, где шмат людей. Это зрозумело, но свои коррективы уносить и на дворе, потому что вытремить весь день при 30-ти градусной спекоте просто немогчимо. А тому все пикеты сегодня находятся выключено у тяги. В этом есть еще один плюс. Жлобинчане затремляются побольше на больше протяглый термин. Некто, правда, мкнется не только покинуть подпис, а и поделиться своими житевыми проблемами, тей надворот радостями, за увлеком того, что, звычайно, пикеты находятся недалеко один от одного. В следующий раз можно даже почувствовать общий медиаразмова. До речи, сами члены инициативных групп для такого суседства своих политичных оппонентов относятся спокойно. Между собой мы прекрасно дружим, даже улыбаемся. Вот смотрите, мы улыбаемся. Вот посмотрите на улицу. Никто же не улыбается, а мы улыбаемся друг другу. То есть мы делаем одно общее дело. Если в Жлобине был главный шаг к сбору подписов про организацию пикетов, то у сельской местности так только инше. У вездцы Кирова Жлобинского района инициативные группы наведывали местных жихаров непосредственно у их домовладания. Неких скарг у отвязковцев ни в районную комиссию, ни в сельский совет не поступало. У нас практики не было, чтобы мы вставляли пикеты. У нас работает инициативная группа, которая ходит по домовладениям. У них есть необходимые документы, которые они предъявляют, потом заходят в домовладения, объясняют ситуацию и происходит сбор подписей на выдвижение кандидатов президента Республики Беларусь. Для организации проведения выборов президента Республики Беларусь в Жлобине утворена районная комиссия. Сегодня тут готовы принять и выслухать у всех, кто мое в этом потребу. Члены комиссии кажут, что поколь неких больше-меньш значных порушений не зарегистровано. Извертаючи увагу на такую околичность, инициативные группы некоторых кандидатов у президента зарабили ставку на областный центр и сбором подписов у района практически не занимались. На территории нашего района идет активно сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты. Поддержку пяти кандидатов в депутаты. Спокойно идет эта кампания, люди спокойно подходят, ставят свои подписи и, естественно, предоставляют паспорт. Олег Сентяров, Валерий Панько, телерадио-компания «Гомель», Жлобинский район. Сегодня у Гомеля отбылась традиционная встреча былых партизан и подпольщиков бригады «Большевик». Все лето в ядомому отраду сполнилось 74 годы. И он был первый на территории в области, створенный в Жнивне 41-го года, подчас оборончих боев за Гомель. Партизаны «Большевика» проводили диверсии на Чигунце и основных автомагистралях, цалком парализовали рух судов, процессор, разом с частями Червоной Армии удельничали у операции «Багратион». З на годы святкования 74-й годовины створения отрада «Большевик» гостей запросили на святочный концерт у Гомельский областный музей военной славы. У дел в аурочистости приняли ветераны войны и працы, былые партизаны и подпольщики, представники органов улады, громадских организаций и объединаний, а так само молодцы. Па часу встречи узнавели у памяти. У гады Вялика и Чыны на территории Гомельщины дзенечала некальки группы отраду специального призначения. Партизаны-подпольщики оказывали им значную допомогу у разведывальной и диверсийной деяности. По неполных дадзиных только у Гомеля и его пригородах дзенечали больше, как 40 подпольных групп, які объединовали у своих родах около 400 человек. Гэты партизаны-подпольщики знищили из выше 10 тысяч гитлеровцев и больше, как 3000 одинок военной техники вороха. Эны вывели з немецких лагерів смерти больше, как 8 тысяч военно-полонных и выратывали от згону у фашистское рабство 5000 советских ромадян. На такі самоданы крок партизаны-подпольщики і шли, не шкодуючи у власних життів, а тому сьогодні дох нащадків пам'ятати ніколі не забывать про гэты великий і безцінный народний подвиг. Мы, як молодое покоління, должны уважать, ценить старання наших бабушек і дедушек, то, як вони відстаивали нашу страну, нашу жизнь. І то, що ми зараз живем спокійно, в мирной стране, це дуже здорово, і ми должны об цьому не забувати і помніть завжди. На Гомельщині завершаються работы по подрыхтовці до наступного тепляльного періоду. Традиційна головна роля у гэтай справі адвозіться предприємствам жильово-коммунальній сфері, а темай номер один становіться проверка готовності тепляльних систем і на рыхтовці паліва для котельняв. Комплекс запланованных работ реалізується уже у фінальній стаді. Выконаны ремонт і реконструкція більше, як 80 кілометрів теплосеток, про агульным заданні 130 кілометрів. По полному об'ємі створені запасы драўняного паліва і топочного мазуту. А крім'я таго, проводиться модернізація широку котельняв. Після заміны обсталявання, многие з їх будуть переведзіны на роботу у автоматичному режимі. На сьогоднішній день работы по підготовці к зім'ям подходять к завершенню. То есть мы планируем все работы закончить к 1 сентября і получить к 1 сентября все паспорта готовності, як теплоисточників, так і потребітелів. Работы идут по плану і в срокі ми укладываемся. Дарожнія новіны. У гомілі перакрыты рух по участку вулиці Кірова, а по вулиці Гагарына поток машин плануюць накіровать ў обо два баки. Тепер владальнікам аутамабілів приходіцца доследуваць нові шляхи проєзду. Перакрыты рух транспорту на участку вулиці Кірова от кольцовой развязки по вулиці Ргачовській до скрыжування вулиць Советській і Малайчука. Зараз там ідуть роботи по прокладці подземних коммунікацій. А крім того, аутобусы маршрута у номер 7 і 38 будуть накірованы по проспекці Перамоги, по вулиці Советській і далі по маршрутах у обо двох на прамках руху. Работы протягнуться до 30 жіння. А крім того, для більш зручного везду на вулицю Інтернаціональну з боку центрального ринку Пахахаріна уводіцца двохбоковий рух. Уже з 18 жіння хамільчані змогуть скоротіць шлях за пакупками. До інших тем. Супрацовнікі управління по анаркоконтролі вявіли і зніщили з вища трох тонн коноплів. Пасівы наркотичной росліни разміщаліся на територі візки Большавік Гомельського района. Чаргове профілактичне мероприємство по ліквідації рослін, які характеризуються наявністю наркотичних властівостів, отбылось у выніку отримання оперативной інформації. Плантація коноплів знаходзілася неподалеке от жилых домов на закінутай пустці. Агульна площа пасівів з вища одного гектара. Скошуваліся коноплі сільськогосподарчай технікай, а зніщаліся огнём. Треба додати, що з початку спеціальній программы МАК на територі Гомельській області супрацовніками управління по анаркоконтролі виявлено коля 600 дикорослых плантаций коноплю і МАКу. Зніща на маль 40 тонн наркотичних рослин, до администраційної відказності притягнуто 267 чоловік. Єжігодно проводиться спецпрограмма МАК. Конопля эта уніщтожається, но впоследстві вона где-то в інших містах произрастає. Сама конопля може бути використована наркопотрібітельною для производства марихуаны з цією дальнішого потребління. Спякотнае надвор'я повялічує ризику кішечних расстройств. У опошній часу регіоні і у приватності у Гомелі медики регіструють узрошую колькасть захворванів на сальмоналіз. Йон працякає у вострій формі і поражає стравніково-кишечний тракт чоловека. Узбуджальниками інфекцій з'являються сальмонелы, які розмножаються і, як правило, у м'ясних і молочних продуктах, радзей у рыбних. Каб застирачися бед гетага сурьознага захворвання, необходно притримлюватися елементарних правилів особистой безпеки. Не варто набувать продукты харчування у місцях, не призначених для гандлю. Особливо гэта тычыцца м'яса птушки і яек, причым як у сырым, так і і приготываным виглядзе. Гэта продукты у спякотнае надвор'я повінны подвергаться якосной термічной апрацовці. Так само варто звертаць увагу на термін придатності продуктав і не куплять бахчаве культуры, кавуны і дыні у разрезаным виглядзе. У спякоту необходна памятати і про елементарні правилы особистой гігієны. Каліж вы збираетесь на пляж, абот пачынак на природі, треба вельмі адказно аднестіся до свайго харчового арсеналу. Якщо ви планируєте віддіх на природі, то треба обязательно продумати те пищеві продукти, які ви будете брати з собою. Т.е. не треба брати нічого скоропорцючого, не треба брати нікаких кондитерських. Вода дожна бать тільки кипяченая, лібо бутилированна, лібо газірованна, яка відвичаєт всім требуванням. І, соответственно, пищеві продукти, ті, які не іспортяться на жарі в течінні каких-то 2-3 часів, поки буде дліться віддіх. Глядіці, у наступний понеделок 17-го жнівня на таліканалі «Беларусь-2» чарховий випуск программы «Экологія Гомельщини». Гэта сумісний праєкт талерадуя компанії «Гомель» і обласного комітета природних ресурсів і аховы новокольного сяродзя. У центру уваги у дзельнікаўразмовы екологічне выховання і адукація. Гості студы розкажуть про роботу гэтым на керунку во всіх регіонах Гомельськай в області. Так само у випуску отказаны питанні глядачоў і коментары експертал. Гэта і не толькі у программе «Экологія Гомельщини» у понеделок у 7.10 раніце на «Беларусь-2». До інших тем випуску. У обласным центры открився буйный дискаунтер «Гомель-шпалеры». Йон размістівся по адресі в уліце Могилёвськая 1А. У новым гандлёвым об'єкті працтаваліны самы шырокі ассортымент прадукці і прадпраємства «Гомель-шпалеры». Придшім гэта і высокоякасныя тавары тут можна набыць по небывалі низких ценах. Вероніка Ворошыліна пераканалася ў гэтым асабістам. Открывшийся в обласном центре обійный дискаунтер «Гомель-обои» – проект совместный. Ідея його создання принадлежит двум крупним торговым компаниям – гомельскому коммунальному оптово-розничному унитарному предприятию «Облторгсоюз» і производственному унитарному предприятию «Гомель-обои». Магазин удивляє багатообразием ассортимента. Здесь представлен огромный выбор обоев. Порядка 750 образців продукції от крупнішого беларусського производителя предприятия «Гомель-обои». Как и полагается, главные преимущества дискаунтера – удивительно низкие цены. Здесь они на порядок демократичнее, чем в среднем по городу. В данном магазине представлена продукция по ценовому диапазону от 6 тысяч беларусских рублей до 300. 300 тысяч беларусских рублей – это обойная продукция, которая аналогична импортной продукции и цены её на беларусском рынке порядка от 500-600 тысяч рублей до 1 миллиона за трубку. У нас это всего лишь навсего 300 тысяч. Низкая цена и высокое качество – главные ориентиры беларусского производителя. Предприятие «Гомель-обои» выпускает продукцию самых разных видов – от бумажных и водостойких обоев до виниловых на флизериновой основе. Отличает её многообразие фактур и расцветок, что позволяет удовлетворять вкусы даже самых взыскательных клиентов. К примеру, есть специальная линия обоев для детей. Их можно и даже нужно раскрашивать. К слову, предприятие «Гомель-обои» во всём стремится к совершенству. Оно сотрудничает с крупными торговыми компаниями и при Балтике, и Германии, и при изготовлении своей фирменной продукции, учитывает зарубежный опыт и применяет исключительно современные и качественные материалы. Блестящие перламутровые и другие препараты, которые используются в очень большом количестве на обоях, мы сейчас переходим на другие виды этих продуктов. Поэтому по качеству и по другим параметрам они вообще практически не вступают другим аналогам, допустим, российским, зарубежным и прочее. Несмотря на и без того демократичные цены, дискаунтер «Гомель-обои» планирует удивлять клиентов хорошими скидками и интересными акциями. Мы совместно будем с предприятием «Гомель-обои» организовать совместные акции, потому что на сегодня есть у нашего народа потребность в акциях, скидках, потому что каждый считает свои деньги и хочет, чтобы купить качественные, но дешевле. Поэтому мы будем с предприятием-производителем отрабатывать эти мероприятия. Дискаунтер «Гомель-обои» открылся по адресу улицы Нагилевская, 1А. В будние дни он открыт с 9 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 18. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, телерадио «Гомель». И на этом наш выпуск завершенный. Жыдаем вам добрых новинов и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин